приветствую добро пожаловать на канал вот сразу же говорю то что это выпуск с выдержкой это в принципе по большому счету довоенная хроника в прямом переносном смысле этого слова знаете вот мне нужно сюда было еще мукой посыпать так дуны чтобы еще создать этот эффект пыли не проще вам на словах сказать короче давным-давно как-то раз в начале февраля 22 года я посещал город ярославль посещал так что что решил снять о нем выпуск вот по большому счету вот такой прямой вам месседж и давайте сейчас посмотрим вот этот легенький коротенький тизер ну хотя бы понять о чем там будет речь несколько дней февральском ярославле провели мы с пользой как следует потусовались прошлись по альтернативным местам но и конечно же заглянули в его окрестности и кстати ярославцы если вдруг что-то поменялось то мне будет искренне интересно что именно поменялось поэтому пишите мне будет очень любопытно прочесть а теперь смотрим в ярославле меня встречал мой друг евгений чаусов сам он местный и город он знает не понаслышке добро пожаловать ярославль столицу золотого кольца и вот сейчас по истечению практически года всей этой коронной истории очень бы мне хотелось посмотреть в глаза этим убежденнейшим ваксером ну что вы также часто делать прививки или нет вот кстати почему это вообще подметил потому что вы парень который сидит напротив меня справа его прям на ярославском вокзале оштрафовали на 5000 рублей вот это я подслушал свой телефонного разговора все потому что не было масочки ладно давайте не будем об этом плохом и мерзком ехал я из москвы в ярославль ехать где-то в среднем от трех часов и чуть выше но все зависит от того каким поездом вы поедете ну тут всегда вам поисковик в помощь выпил немножко кофе приезжала и вот самое время сделать туалетный обзор как сейчас там клозеты в поездах сейчас еду я к Евгению и Чаусу в гости в Ярославль взял поезд который называется ласточка смотрите туалет прекрасно ну что это за туалет когда не видно шпал настоящий туалет это когда можно посмотреть вдоль чему проезжаешь в общем встречаемся мы с Женькой через час что-то должно быть возможно получится такой мини-выпуск я по крайней мере на это рассчитываю эй ты чё там делаешь козёл момент ну а теперь о токсичных пассажирах и перегибах на транспорте выйдя в тамбур за пять минут до прибытия в Ярославль на весь современный вагон стояла алкогольная отрыжка но это в переносном смысле слова среди спокойно мирно ехавших людей один пассажир просто фанил здорово мужики я александр матросов куда едем ехал он откуда-то с заработок с юга и набирался он поездами в какой-то свой городок по типу пгт нижнее дышло ну вот примерно что-то в таком депрессивном роде по-моему это был самый тупой наезд на меня который только могу припомнить не понял что ты чё худой до свидания и вот паркнула ласточка высадился я ярославль и дружище чалсов куда-то делся так ну чё вот вижу его здорово вот так прибыл с опозданием начать не грабанули в твой любимый ресторан поехали мой любимый ресторан но я звонил туда типа можно сказать столик они говорят нет только днем на обед а там причем ресторан но там но он большой я просто уязвлен услышанным зашел вас здесь все такое шла что я думаю у нас очень много туристов ездит но и вот по центральным ресторанам прямо заказывать нужно за месяц я здесь я сказал лишь свадиком буду они такие с кем и сразу гудки у меня даже телефон заискрил депресс как огни лас-вегаса посмотри когда я не отзыве красная площадь а как тюрьма называется коробки кстати там красивейший архитектурный ансамбль это вот волковский театр 1 1 с посветочкой что поставим немножко сейчас мы прошли в магазин престоль там продают алкоголь вот никогда не дома вообще какой-то знаешь легкости вот этой и очевидности ритма престоль продает алкоголь прекрасно это волков федя а кто это это основатель соответственно волковского театра первого профессионного театра мы куда идем с у вас вы идем вот сюда а вот туда даро это пристрочка здесь есть ресторан там вверху и внизу еще открыли недавно такой типа фудкорт вот как депо только но ярославская в ярославле я был три дня и вот первый вечер жене предложил взять у друг друга интервью ну так сказать записать подкаст свой подкаст я смонтировал залил его на канал вот правее наверху подсказка пожалуйста переходите там интересно а жене ограничился тем что купил микрофон и продолжает пиарить свой youtube канал где ноль видео подписывайтесь на его канал вдруг там когда-то что-то выйдет при этом его канал без видео продолжает набирать подписчиков ну тут уже какая-то магия короче пришли в рест но я сказал столик я подумал что здесь будет достаточно романтично уже мы уже настолько близко я надеюсь тебе нравится приятная музыка не интерьер сейчас возьмем немножко вина я провел пять лет учился сейчас идем улицу кирова это пешеходная улица в центре и это такой ну типа старого арбата такое там всякие кафешки ремонт долгу вид как ну тут какая-то особая атмосфера тут все в полном порядке население ярославля на январь 22 года составляла 593 тысячи человек черте города и за городом очень много производств есть даже одноименный футбольный клуб ярославский шинник названный в честь ярославского шинного завода скажем вам это не аграрный городок как вообще как бы до кирова как она называлась такой улице это слушай я не помню это было более-менее приличное название кау много улиц которые там поменяли по по три по четыре названия ну вот например там собина варансь цемервальда было наши символ города медведь и вот ну единая россия свободы но это такая главная улица ярославля самая такая центральная может быть кто-то не согласился бы но они просто те кто не согласился они просто свободу не любят наверняка это тюз театр аргеного зрителя да это причем я не помню он еще до моего по врождению построили давно стоит вот здесь спуск подземный переход это единственный ярославль и подземный переход каждый раз вижу там какие-то музыканты вот если уличные стоит потому что ну то есть где игрок подземном переходе а подземный переход один и они поэтому там стоят а мало кто ходит но с другой стороны представляешь ну дождаться звездного часа подземный переходе то есть так исполнить что акустика наверное хорошая вот все приятно в небольшом городе все рядом особенно по центру но поскольку я живу в центре и до всего дойти 10-15 минут и не нужно договариваться там с кем-то типа пойдем пообедаем там но как в москве там через два часа и ты такой выезжаешь и сестись куда-то обедать здесь пойдем пообедаем или через пять минут уже гараж место крутое люди классные все открытые очень легко и приятно со всеми общаться атмосфера прям ну как полагается без всякого быковства и хамства рекомендую и у папы в гараже появился подписчик чаусова и как будто у них негласный был соблюден дресс-ход маечки чуть ли не одинаковые классно и питерский парк и все раздавая где-то зубов вещь смотри я живу показывает лесу был тайский ресторан через дорогу был гей-бар она против гей-бара была это диспенсия травы ты специально там жил я отдыхал там все где просто я жил там ради пляж такая дискуссия развилась касательно танцев этого мужчины мы считаем что это нормально вот такой движ живая музыка приятные люди хорошее настроение обеспечено в общем рекомендую такая значит традиционным символом стал таких традиционных настроений потому что у нас на наименьший процент набирает ориентина россия на выборах то есть были пример для 10 назад такая шума была история но я помню рассказывал да когда избран у нас мэра на волне таких протестных отношений но вообще то есть тоже об этом как-то шуметь особо не стоит потому что могут подсматривать и дальше у тебя есть души и у нас надо закрыть открыты камеры так что обратно а женщина не понимает что за ней сейчас наблюдают спецслужбы ирака арабская ночь спалили спалил шайтана просто сидел занимался сбором информации и меня переиграл этот ярославский талиб теперь придется идти с ними под его началом собирать информацию опять это двойная игра это тали-тали-тали-тали-тали-тали-тали-тали-бан я говорю мне канал скоро бан за это получит да уж лучше бан чем талибан суть в том что накануне вечером чаусов подарил мне иракский берет вместе они туда ездили с петром ловыгином можете посмотреть на канале планетка я значок забыл здесь просто другой а здесь вот такой но это сказал возможно тогда вы подумаете что я подарил ему пуштунскую шапку знак благодарности но нет это просто знак мода что меня просто потрясло это то что в ярославле есть музей альтернативной истории если из вас кто-то думает о чем я то просто послушайте дальше слушать я думал этот я уже пропустил еще раз вам говорю я не знаю какой формы наша земля я просто говорю о поверхности на которой мы с вами живем я геодезии который я занимался в силу того что поступил в университет ну как вы поняли юрий лоза относит себя к так называемым плоскоземельщиком на его канале вы можете посмотреть его домыслы его теории так далее я не рекламирую я не скрыто пытаюсь вам на что-то намекнуть все эти теории довольно любопытные какие-то теории забавно послушайте какие-то просто интересные тут нет никакой рекламы ни на что я намекаю я все-таки пользуюсь той информации которые нас учили в школе но всегда интересно прислушаться к альтернативному мнению не более того истинного говорю 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось это точно говорю продолжим сам музей же просто бомба с учетом того как именно он интерактивно сделан очень интересные касания заставляют вас вот смотреть и читать конечно минус то что к вам приставлен гид все время ходит за вами отвлекает вас ну и понятно там есть определенный финансовый ценовой порог на потому что большинство людей приходит в этот музей чтобы посмеяться и поэтому входная цена составляет по моему 800 рублей или что-то там 1200 сноса жалко что не так много таких продвинутых музеев более стабильно фундаментальных науках музей был создан на деньги медсената о теории носовского и фоменко такие два математика которые потом позже начали увлекаться альтернативой ну и раскачали теорию получился аж целый музей нормальный музей талибан одобряет у них тоже история альтернативная да да уживаться весело валькотно на руси точно не талибов ярославль город русский ярославль просто дубильник такой не знаю вот остров даманский это же конфликт между ссср китаем еще раз река волга волга как вот по то россоль кота россоль кота россоль кота россоль по ярослав здесь был легендарный ярославский ночной клуб мед несколько лет назад хозяина посадили за совращение малолетних и клуб закрыли не знаю я был буквально два раза но такое с хозяином вместе до 12 не было нет большой тоже причем в меде много учиться всякие иранцы марокканцы африканцы всякие два еще было сейчас один закрыли военные ракетный институт вот но он там сразу на практику они тут приятная музыка а вот это как раз я тебе сказал в честь видишь защитников во время белгородийского мятежа то есть когда приехали бронепоезда и пушки расстреляли вот с той стороны расстреляли весь центр города тучи над городом стали в небе запахло войной вы знаете никогда эту песню особо в голове не держал и не заслушивался а тут прям как говорят в воду глядел на календаре было 7 февраля 22 года но не о грустном и не о политике в ярославле как мне показалось реагенты как москве не сыпят поэтому было довольно скользко а с крыш на вас угрожающий злобно смотрели сосульки благо их коммунальные службы взбивали но сосулек было много вечереющий ярославль утром следующего дня мы быстро прокатились по городу и каково было непривычно моему варварскому услышать имя почитаемого старца а никола мокрый где серьезно никола мокрый никола мокрый звучит какая-то варск паровская гречка да 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 сразу же очень сильно извиняясь перед всеми верующими как за себя так и за чаусова не дай бог мы оскорбили щи-либо чувства но просто никола мокрый он довольно как-то брутально звучит и не столь блаженно вот например баре креститель тут прям звучит все в рамках теологии а по факту это просто карты деньги два ствола баре креститель помнишь почему же добился это театр волкова на вот директор театра специально оставил эти кадры ярославцы мне любопытно скажите что поменялось или все по-прежнему я сейчас спрашиваю про устрицы и зарубежные вина пишите будет любопытно узнать легендарное подснял там были ярославские устрицы был морской ёж и если хочешь можно обычно это поесть с яблоками вот такой вот мы сейчас едем к церкви которая на 1000 рублевой купюре изображена вот она вот ярославцы да и вообще россияне вот без обид не надо мне обижаться это не какой-то снобиза но действительно вы давайте правде в глаза ходовая купюра тысячу рублей на ней изображена церковь купюра это популярная но знает ее каждый россиянин и такой образцово-показательный объект находится в таком ненадлежащем виде и я сейчас не говорю устами религиозного человека это просто как мне субъективно конечно же кажется это очень не имиджево это с учетом того что деньги находятся на новые церкви а вот этот имиджевый объект находится в таком унылом состоянии блин от свинства 17 века вот это просто свинства ну такая вот красота нет вообще вот ну присмотреться к детальным реально очень интересная она такая вот надо забраться да и кто-то вот там что-то каша каша митяй там виде вич ну чушь ну что за люди добрый день ладно вот тут сарапают вот это и вы стояли один у другого и чисто каша как это или стремянку принесли люди ну что такое написано подлежит охране как всенародное состояние смотри на 1000 рублевой купюре фоткали церковь и фоткали с видимо завода причем на фотке затерли колючую проволоку которая на заборе а прикинь на 1000 рублевой купюре был бы забор с колючей проволокой чисто вся Россия да церковь забор с колючей проволокой и завод на самом деле вот теперь без шуток кто знает где находится точка вот эта обзорная площадка с которой можно так вот взять поднести 1000 рублевую купюру и увидеть вид один в один ну вот посмотрите забор вообще растащили как-то не гоже это не по-христиански что ли депрессия ну тут какой-то прям russian depression я удивлен и печально удивлен но опять же больше года минуло время прошло и поэтому не исключает тот факт то что возможно за этот промежуток времени церковь эту отреставрировали эта композиция очень популярна в Ярославле мы поем ее на масле мэр мэр вот так дирижирует стоит на Волге а мы все на на 70 баржах весь город стоит и в стадии Бориса Ельцина где вокзал в Северной Корее похоже чуть-чуть не помнишь? да нет вокзал слушай я не помню в этом Пхеньяне он чем-то похож что-то да нет но вокзал симпатичный там ну вот не а он красивый я же я ни в коем случае я не не осуждаю ни в коем не ну я не знаю мне архитектура в Северной Корее нравится ну вот такая монументальная открыточная да ну вот я тебя забрал с московского а это а тут два вокзала это Ярославль главный да тут два вокзала а ты странская же тебе говорю она проезжает через два вокзала даже ну что ж на время покинем Ярославль и выйдем за его пределы отправимся в образцово-показательную деревню ну вроде как-то так мне щасов говорил блин перед тем как ехать в Ярославль думал просто подкаст запишем и все теперь блин вырисовывается полноценная серия а детская железная дорога это прикольно здесь и короче такой бабло думаю во-первых мы куда едем едем в Вятское самое красивое село России по мнению жителей Вятского Вятское мне понравилось к сожалению была зима и холодно поэтому особо не разгуляешься да и дело я надеюсь что я туда его послал Вятское мне понравилось к сожалению была зима и холодно поэтому особо не разгуляешься да и делать там было нечего видно что вектор развития этой деревни был выбран правильный но к сожалению немножко еще хворал дизайн-код я надеюсь его в будущем лучше это исправят потому что все еще ну немножечко не вылезано было но это провода знаки вывески ну и так далее два бандита такие вылезли это мазуна сейчас будет что-то выпрашивать у меня уже давно такое желание слетать на Кюрасау это голландская заморская территория но почему-то меня в этом деле не поддерживает Наташа жена Чаусов тоже идею засрал поэтому он говорит а тебе проще вот сюда слетать в Вятское чем не Кюрасау вот смотрите такие же пряничные голландские домики ну по цвету ну и мост с рекой там тоже примерно так нос у меня краснейший просто пипец здесь холодно мне сейчас руки отвалятся тут ресторан есть 4 части купца Зотова но в целом еще раз повторюсь мне очень понравилось было классно я бы хотел бы там погулять летом плюс традиционная пища все тает во рту просто пальчики оближешь так запомнил что скажете как вам сельский ресторан мне кажется городской такого может позавидовать ресторан классная еда бомбическая так это кофе по-боярски ну кофе с обученным молоком по-боярски у меня кстати есть история про огурчик да да я только поедим я потом расскажу так вкусно выглядит все договорились итак история про огурчик сразу же скажу что из 13-минутной истории была собрана двух с половиной минут на история так как было очень много подробностей деталей всяких сравнений и иногда мне эта история напоминала рассказ игоря гофманом про дверь есть такой у меня так сказать знакомый я его знаю например как евгений дмитриевич метила и долго будешь говорить я долго я нет у меня рука уже болит все ну так вот евгений дмитриевич метила продолжит рассказ но уже про огурчик есть рекордов рек как-то раз приходит часов в 7 вечера ко мне товарищ костяк и проходим на кухню и что-то в общем собрались покурить вот здесь есть такая потайная комната проходим сюда вот мы с ним значит сюда сходили возвращаемся на кухню там чудо чеку попьем заварили чеку посидели поболтали попрещал на гитарке так что-то значит походили туда-сюда приходит дашка должен давай я значит открываю стой помидорку надо га и огурчики ставить может дебил я конечно говорю ну вроде тут особо негде потерять его говорю я смотрю смотрю нет нет огурчика муж костян съел сейчас позвоню его спрошу костяк ты не брал огурчик ты грибну совсем гриб поехал что-то огурчик поели в общем тоже ходим туда-сюда и значит зашла речь стиралку который сейчас стоит мансарте типа куда его можно ли вместить ванну или ее придется мансарте ставить сейчас я пойду померю открываю дверь захожу включаю свет и впадаю короче в ступор на матрасе лежит мужик и храпит первая мысль но мы чё курили да нет этого не может быть ну то есть это какой-то странный очень сон и я такой так ну мне наверное кажется я сейчас просто свет выключу из серии включи выключи компьютер все заработает какой-то посох вот этот из руанды и с криком типа это что еще за одну за дела и слышу короче ну он короче прямо вот сюда вот бросается дребезги в общем звон стекла я начинаю тут же рассматривать помещение и здесь лежит этот этот огурчик здесь еще куски мяса какие-то недоеденные пока мы сидели там и он значит перелез он открыл холодильник когда мы сидели вот здесь он взял себе значит миска он взял себе этот огурчик он короче все это собрал поел ну и потом значит видимо довольный собой лег спать суть то в чем ты представляешь ну страшно то как а если я не зашел то есть представляешь вот и спишь дома кто-то у тебя по квартире начинает ходить завелась крыса в общем вот такая история про огурчик как вам этот легкий ярославский выпуск видите про огурчик поговорили не как видите монтаж у меня просто на максималках принципе он показывает туда военную хронику который должен был еще выпустить прошлом году в начале прошлого года скажу одно то что материала скопилось просто выше крыши значит следующий выпуск будет про грузию он уже заключительный дальше у меня рига но ригу я снимаю с двадцатого года и чувствую еще что пока еще не дать не дать снял поэтому мы ее немножко пропустим на дальнюю антресольку положим следующий выпуск будет про танзанию там конечно две серии это минимум рисуются потом у меня уже готовый материал по вьетнаму по таиланду по португалии и еще через месяц вот такой выпуск пожалуйста не надо никаких политических комментов вот сразу же говорю вот если будут какие-то абсолютно едкие гнилые да даже удалять буду потому что что мы здесь собрались час форфан они высказываются и куда политическое мнение идея идеи кого на было не приходи выгоню вот так подписывайтесь на все на все то что было вам предложено и до новых встреч